всем привет с вами маги это видео блог магазина сникер хэд сегодня у нас рубрика кто такой в которой мы рассказываем о интересных личностях сникер индустрии и сегодня в наш кадр попал стивен смит очень известный и можно сказать уникальный дизайнер который поработал практически со всеми основными брендами так что погнали в 1986 году стивен выпускается из массачусетского университета искусства и дизайна и в этом же году попадает дизайнером new balance в американском отделении на то время был всего один дизайнер которого звали кевин браун стивен успешно начал свою карьеру и разработал достаточно много моделей в том числе легендарные 574 997 и конечно же полторы тысячники кстати на 550 ми тоже работал когда перешел в баскетбольное подразделение бренды полторы тысячники в свою очередь были одной из самых успешных моделей по продажам у бренда как у футбольных фанатов так и у кэжуальщиков мне конечно же модель 550 нравится в последнее время очень сильно потому что вся эта ретро эстетика она во первых очень модно во вторых полазив по архивам найти такие кроссовки это всегда очень интересно и крутая из этого получается история ну и 997 эта модель просто легенда она есть не у сникер хэдов у людей которые далеки вообще от сникер индустрии но при этом носит модель с удовольствием потому что она показатель качества и такого не стареющего стиля есть пара интересных фактов о самом стивене у него размер 9 с что совпадает с сэмпл сайзом и поэтому чувак мог придумать кроссовки и через какое-то время прям померить походить по щупать новые технологии которые использовались это очень прикольно и редко на самом дизайнером везет своими сэмпл сайзами как я знаю после ухода из new balance у него осталось 996 пар очень редких сэмплов релизов которые считаются просто граалем у коллекционеров и мне интересно иван наверно интересно что же он делал с кроссовками покопавшись в интернете мэри нашли такую тему что он отдавал очень крутые пары своим друзьям у которых не было денег на новые пары конечно же какую-то часть наверно самого жира он оставил себе но остальное отдал в музей new balance так называемый в котором хранятся действительно редкие старые пары сэмплы не вышедшие да и любого уважающего себя бренда должен быть такой музей потому что у основной пятерки он наверняка есть после new balance стивен попадает не куда-то а именно в крупнейшую компанию под названием adidas которая в свою очередь дает ему и двойную оплату труда там он пробудет недолго всего пару лет и успеет выпустить adidas артиллерии довольно спорные кроссовки высокая баскетбольная модель которых в то время было куча как раз это время выходили у nike много моделей fly которые были такие огромные сапожища с огромными объемными там штуками надувающими ся там короче было вот эта всякая эстетика у римок тогда только начали появляться эти пампы и кстати далее через год точнее через два он попадает в компанию рыбок и как раз вот тут начинает самая легендарная история которая с ним наверно произошла по сегодняшний день этот чувак создал вы не поверите что insta pump юри как я уже сказал либо тогда была на подъеме и всячески продвигала свою модель pump и парень решил сделать что-то совершенно не похожее на остальные модели век когда большие массивные баскетбольные кроссовки завоевывали рынок он сделал маленькие кроссовки без шнурков которые заменяли именно надувающиеся элементы что и стало на самом деле прорывным и до сих пор является той моделью которую в рибоке любят но чуть ли не больше всех все-таки восемь лет не проходит даром и чувак действительно сделал как морская легендарную модель вдохновлялся он как сам говорил огнем на ногах он хотел сделать кроссовки которые вы выглядели как будто горящий огонь поэтому многие элементы кажутся довольно таки странным решением техническим на самих кроссовках но при этом у него получилось если мы вспомним ранние расцветки кроссовок то они действительно было безумно ярких расцвет и это очень сильно шло этим кроссовкам поэтому даже сейчас перевыпуская ретро она всегда желанная об успехе модели говорит также то что была сделана куча прототипов для разных видов спорта который многие из не дожили до нашего времени а какие-то получили даже успех на полках следующий главой жизни стивена стал бренд филла и в нем он создал еще не легендарные кроссовки в которых внимание тусовался и довольно таки сильно любил и много раз был замечен тупак шакур модель называется гранд хилл это известная баскетбольная классика которая внесла можно сказать в аналог истории самого стивена им бренд филла как настоящую баскетбольную классику ну а дальше после таких успехов конечно же nike не могла пройти стороной этого талантливого парня и в годы работы он создал такие модели как nike shock monster nike air stick спектрум плюс и nike air спиридон кейдж 2 если шокс и монстр так и остались нишевой версии шоксов то air stick спектру мы видели в коллаборации supreme да да это те самые кроссовки с огоньками но а спиридон и кейдж выходили пару лет назад со стюси покопавшись в интернете мы нашли упоминание об этих трех моделях но за 10 лет работы в компании наверняка он участвовал в куче разных интересных проектов и если вы знаете в каких было бы интересно узнать пишите в комментариях мы накопали все что смогли в 2014 году становится уже директором инновационной обувной компании кин из оригона которая на самом деле выпускает довольно странную для таких амбиций дизайнерских обувь это такие аудорные ботинки аудорные сандали мне чем-то напомнила бренд мэрил да и вообще бренды которые подходят для нашего спортмастера что-то в таком духе но наверное все таки здесь привлекла директорская должность потому что по дизайнерской части развернуться увы в этом бренде ему было негде после и по сегодняшний день такая могучая фигура в сникер индустрии как кань уэст забрал себе стивена и создал он специально для кань уэста в рамках этого проекта такие уже сптавшие стать супер успешными модели как изи 700 изи 451 вроде принимал участие в создании модели calabasas это такие похожие на рибок кроссовки и конечно же самое что интересно и последнее что представил это форм раннеры причем к не лично просил его сделать какие-то кроссовки без шнурков чтобы в них можно было просто залезть прыгать бегать выступать на сцене и не париться по поводу шнурков и получилось то что получилось кроссовки на самом деле имеют безумный успех нравится они вам или нет но это следующий шаг в такой пенной обуви как я ее называю сейчас занимается индустриальным дизайном в компании донда и по-моему является главой этого направления если подводить итог то фигура может быть не такая раскрученная как всякие узор спуны и прочие ребята но что касается именно рабочей части технической составляющей и успехов моделей которые выходили которые реально были успешными еще до понимания хайпа успеха инстаграм войны стоит отдать должное что фигура безумно интересная и имеет огромное значение с точки зрения культуры для всей нашей сникер индустрии а с вами был маги и видео блог магазина сникер хэд не забывайте подписываться наш канал жать колокольчик ставить лайки оставляйте комментарии про кого хотели бы послушать мир